На часах 23.05. Улицы Самары практически опустили. Город засыпает, а вот для дорожных служб самый разгар работы. Наша съемочная группа тоже не спит. Мы решили проверить, как идет ямочный ремонт. Все по технологии. Сначала ремонтники обрабатывают края ямы, затем продувают. Все для более крепкого сцепления литого асфальтобетона. Ямы латают на улице Советской Армии, которая ремонта не видела больше 20 лет. В этом году восстанавливать поврежденное дорожное полотно начали раньше, еще с середины февраля. Муниципальное предприятие благоустройства продолжает наращивать темпы. Количество кохеров и бригад рабочих увеличили до шести. Площадь отремонтированных участков превысила 12 тысяч квадратных метров. В предыдущем году этот показатель был почти в три раза меньше. Работают без выходных. Предприятие в празднике ни на один день не прекращало эти работы. За праздники выполнено более 2000 квадратных метров ремонта. Литая асфальт в бетоне имеет температуру от 200 до 220 градусов Цельсия. Поэтому, в принципе, она эффективно в такую погоду ложится. Хорошая акдезия происходит и держится в течение гарантийного срока. Работать приходится в усиленном режиме. Погодные аномалии по Волжье в этом году прошлись по асфальту. «Разрушение всегда происходит в период интенсивного таяния снега. В этом году аномально странный февраль. То есть он начался с оттепеля. И практически весь февраль температура переходила ноль туда-обратно. В результате чего перепады в температуре происходит интенсивное разрушение покрытия». В основном разрушаются дороги, которые не ремонтировались более 12 лет. Если же трещины пошли по новому асфальту, такие улицы ремонтируют подрядчики по гарантии. Причем без разговоров. Штрафы существенные. Еще одним шагом к ровным дорогам должна стать модернизация асфальтового завода, где установят новое современное оборудование. Качество асфальта должно существенно повыситься, а работать завод сможет круглый год. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.